Сегодня поговорим с вами про отношения боль. Я медицинский психолог, нутрициолог. Я работаю с людьми, которым 30+. Это канал для 30+. Сегодня говорим про близкие отношения и почему может быть плохо человеку в отношениях. Важно сказать, что действительно у вас есть определенные моменты, которые я сейчас вам дам, мы их разрешим, и у вас получится с этим справиться. Три причины, почему вам может быть плохо в отношениях, я уже объясняла в одном из видео, но повторю под плохо. Я подразумеваю ситуацию, когда вы на регулярной основе хронически испытываете чувство вины, стыда, страха. То, что мешает вам чувствовать себя полностью, полностью принимаемым, любимым, и получать полное удовольствие и наслаждение от жизни. Другой момент. Если у вас есть хоть какая-то психологическая проблема, которая вас внутренне чисто добивает, добивает до какой-то белой горячки, очень важно с этим разобраться. Можно проследить некоторые аналоги того, как с вами взаимодействовали в детстве. И решение – это абсолютная честность. Ничего не скрывать и действительно преодолевать эти эмоции, а не действовать под влиянием. Я говорила, как управлять эмоциями, об этом был отдельный мой ролик. Другой момент. Категория у вашего партнера действительно может быть не очень комфортная для вас. Если в детстве, например, вы недолюбливали или были недолюблены, то могут быть проблемы. У вашего партнера может возникать стыд, вина, тревога в отношении вас. И это правда, правда бывает не проявляется. Напоминаю, что негативные ощущения, смутное состояние возникает по разным причинам. И здесь очень важно выработать некоторую толерантность к дискомфорту. Нам иногда дискомфортно сидеть, стоять, иногда дискомфортно вообще общаться, потому что есть какие-то сложные моменты. И очень важно понять, что у вас, например, низкая толерантность к дискомфорту или у вашего партнера. Напоминаю, когда вы имеете свои собственные аргументы о себе, не терпите какие-то стрессовые моменты и помогаете себе вообще реализовываться, то здесь происходит чудо, которое создает для вас большую реализацию. Напоминаю, если вам действительно интересна тема реализации, то пишите, я с радостью отвечу. Если вы себя чувствуете плохо рядом с человеком, после общения, очень важно начать оценивать и отслеживать, что происходит в принципе. Если вы конфликтуете, происходят какие-то тоже моменты, это нужно решать с психотерапевтом. Когда у вашего, например, близкого партнера тревога, агрессия, депрессия, и он это не показывает в отношениях или создает вам дополнительную нагрузку, то это очень-очень сильно влияет на ваше внутреннее состояние. И действительно вам становится плохо. Чтобы это плохо пережить, важно научиться вместе дружить. Как я говорю. Ребята, когда вы проявляете свои эмоции честно, у вас все по-другому работает.